Дети и взрослые, молодежь и пенсионеры. Все они в разной форме, в том числе и физической. А потому в самом начале массовая разминка. Не проходите мимо, подключаемся, подключаемся! Управления не сложные, но очень эффективные! После участников праздника поприветствовали сотрудники краевой и городской администрации. Анапчанам, которые продвигают спорт и сами являются активными спортсменами, были вручены знаки ГТО и почетные грамоты. Сергей Беляев – человек с ограниченными возможностями здоровья. Но это не мешает ему принимать участие в спортивной жизни Анапы и подавать пример для других. Я ребятам хочу пожелать силы духа, достижения спортивных высоких результатов, веры в себя безграничной и побед, побед, побед. Но если даже не побед, то всегда стопроцентного участия во всех спортивных мероприятиях. Для меня спорт – это все. Для меня спорт – это движение, для меня спорт – это жизнь. Без него я не мыслю иного творчества. Как отмечают в Управлении по физической культуре, Анапа – это не только детская, но и спортивная гавань. Ежедневно десятки молодых людей приходят в спортивные секции, делая выбор в пользу здорового образа жизни. Желающих заниматься спортом гораздо больше, чем, наверное, мы можем дать им такой возможности. Поэтому наша задача как власти, конечно же, увеличить количество и спортивных сооружений, и мест для занятия спортом. Мы говорим и, наверное, о каких-то крытых спортивных залах, мы говорим о увеличении количества спортивных площадок, где каждый желающий может прийти и попробовать себя как в игровых видах спорта, так, наверное, и в силовых. Также мы хотим, чтобы у нас больше было так называемых турниковых комплексов, воркаут, площадок. Потому что просто вечером или с утра выйти, подтянуться, отжаться, попробовать себя на брусьях. Я думаю, что это, наверное, тоже внесет вклад в развитие, наверное, физической культуры спорта, да и вообще просто в здоровье каждого человека. Анапа нам нравится, нам удобно, администрация местная нам помогает. Спасибо им тоже хотел поблагодарить. Управление по спорту, всегда рады нас встретить, провести соревнования на высоком уровне. Как бы, ну, на высоком уровне одни из лидеров. После торжественной части все желающие смогли поучаствовать в турнире по стритболу «Оранжевый мяч». В нем приняло участие более 600 человек. Это не только жители нашего края, но и гости, которые попали на турнир совершенно случайно. Отличный город. А так я не планировал нигде играть. Просто друзья позвали сюда на соревнования, я поехал, мне понравилось. Первую игру сыграли, выиграли. Все хорошо. Кроме этого работали и другие площадки. Открытый урок провели ребят с хоккейного клуба на роликах и сыграли товарищеский матч с командой «Стемрюка». Своими знаниями и умениями поделились кайтеры. А для мам и пап прошли увлекательные лекции на тему «Ребенок и спорт». Руслан Душевский, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин